Дмитрий Медведев подписал постановление, которое касается правил усыновления детей и сирот, и сразу же вызвал ажиотаж вокруг пункта, который касается усыновления в страны с разрешенными однополными браками. Согласно представленному сегодня документу, широко расстражированному, сирот нельзя передать однополым парам, ну и кроме того, одиноким людям, неважно, мужчинам, женщинам, из тех стран, где разрешены браки между представителями одного пола. То есть жители Франции, к примеру, мужчина и женщина, если они расписаны, у них традиционная семья, по-прежнему смогут при желании взять ребенка из российского детского дома. Текст поправки, который подписал сейчас Дмитрий Медведев, полностью повторяет закон, принятый еще полгода назад в Госдуме и подписанный президентом Путиным. Премьер в этом смысле лишь зафиксировал свершившийся факт. Однако Дмитрий Медведев своим постановлением смягчил некоторые нормы. К примеру, сократил срок подготовки документов органами опеки с 15 до 10 дней, обязал чиновников возвращать все документы, поданные на усыновление, и заставил сотрудников опеки лично инспектировать детские дома. Так что это было? Дмитрий Медведев нес свой вклад в запрет иностранного усыновления, или смягчил как мог уже давно подписанный Путиным закон? Мы выясним сейчас это адвоката, Антона Жарова, он с нами в студии. Добрый вечер. Знаете, как это в старом советском фильме, перефразируя, Дмитрий Медведев, конечно, виноват, но он не виноват. Он, с одной стороны, подписал, а с другой стороны, вроде, речь идет... Ему деваться было некуда, и ему пришлось приводить список документов, которые предусмотрены для опеки и для усыновления, в тот порядок, который был еще в июле изменен в Семейном кодексе. Отсюда исчезли какие-то документы, пресловутая справка СС, то есть теперь не надо усыновителям, например, доказывать, что у вас не капает с потолка. Это смотрит опека, и не нужно приходить, чтобы еще одна приходила женщина и смотрела теперь уже из Роспотребнадзора, да? Эта справка... На нее было очень много жалоб у усыновителей, у опекунов, потому что она получалась очень долгой и была абсолютно бесполезной. Я лично не встречал за весь период существования этой нормы, чтобы кому-нибудь сказали, что их жилье не соответствует каким-то нормам. Поэтому это была совершенно бесполезная штука, ее отменили, и это очень хорошо. И здесь же Медведев, или, вернее, те люди, которые готовили это постановление, оно, надо сказать, 7 раз за последние 2 года, да, за последние 2 года менялось постановление об опеке и об усыновлении. При этом, вот, например, постановление об усыновлении, оно существует с 2000 года, и до этого, до этих 7 поправок, только 2 раза вносились изменения, они были косметические. А теперь очень, так сказать, активно начали менять законодательство по этому вопросу. Ну, видите, внезапно возникла проблема гомосексуализма, никто же не знал, никто не думал, а тут вот внезапно обострилась эта ситуация. Поэтому читать это изменение постановления нужно целиком. Я вот даже в своем блоге так и написал, что, в принципе, большое спасибо Дмитрию Медведеву, потому что это, наверное, первое постановление, в котором мы не видим ни одного нового запрета. То есть то, что это было и так в законодательстве, да, ну, он переписал, ничего нового не сделать. Но новых запретов нет. Напротив, появились некоторые поблажки и смягчения для кандидата в усыновитель, например, уменьшенные сроки, что в целом надо воспринимать положительно, хотя тоже несет некоторую и отрицательную коннотацию. Теперь орган опеки вынужден будет за 10 дней признать, годится этот человек для того, чтобы быть усыновителем, или не годится. Это приведет к тому, что будут смотреть больше на бумажки и меньше на человека, просто не успевать будут. Ну, это, не знаю, хорошо это или плохо. Если говорить о какой-то практике жизненной, то это, наверное, хорошо, учитывая, мы все знаем, какие у нас в большинстве своем, к сожалению, органы опеки. А если говорить это в принципе, то, конечно, исследование человека, которому передается ребенок, хотелось бы все-таки проводить более внимательно. Но, наверное, это не вопрос для чиновников. Все-таки, один момент уточните. Слушайте, некоторые ваши коллеги, эксперты по усыновлению говорят, что норма о том, что нельзя теперь усыновлять детей одиночком, введена вот только что. Или это тоже было? Нет, вот открываем семейный кодекс и смотрим, когда внесены изменения. Июль месяц, 2 июля закон был, 667 номер. И это было давно. То есть мы сейчас говорим не о гомосексуальных парах, а именно о человеке, который, например, один, я не знаю, учительница из Франции, говорит, я хочу усыновить. Учительница из Франции одинокой. Я запрещено просто, потому что она не замуж. Да, это приняла Госдума, и об этом мы говорили в июле месяце, абсолютно. Просто это, может быть, как-то пропустили, и сейчас еще раз Дмитрий Анатольевич обострил на это внимание своим постановлением. Но это было уже. Но здесь понимаете, в чем дело? Если брать так вообще, строго говоря, то во всем мире не очень хорошо смотрят на одиноких усыновителей, в принципе, вне зависимости от их ориентации вообще. Ну, почему? Потому что ребенку, который оказался без семьи, нужна полная семья. Это нормально. Все мы понимаем, что лучше полная, чем семья, где родитель один. Если уж искать ребенку самую лучшую замену. Но в данном случае это зачем-то связались с гомосексуальными темами, хотя, на мой взгляд, это не связано. Я бы понял, кстати говоря, если бы вообще сказали, одиноким парам из-за рубежа, мы не разрешили. Одиноким из-за рубежа, в принципе, всем мы не разрешили. А одиноким российским? Одиноким российским тоже. Ну, нужно понимать, зачем мы это делаем, да? Как мы это объясняем и зачем мы это делаем? Ну, на самом деле, на мой взгляд, наша страна для такого запрета еще не созрела слишком много у нас детей. У нас не стоит очередь из пар, из одиноких, из любых, да? У нас сто с лишним тысяч, сто двадцать практически тысяч детей, оставшихся без попечения родителей. К слову сказать, вот о них Медведев позаботился и очень хорошо. Вот есть очень такой важный момент, который моя коллега, психолог очень хороший, семейный, который занимается детьми-сиротами, Людмила Петрановская назвала, что в конце концов девственности лишили органов опеки, в том смысле, в котором, что, наконец-то, опеку заставили ходить в детский дом. Вот эта норма просто революционная. Теперь раз в полгода, вернее, через тридцать дней после того, как ребенок попал в детский дом впервые, и каждые шесть месяцев сотрудник органа опеки обязан прийти в детский дом и поговорить с ребенком. Этого не было. К сожалению, не написано, что он там должен наговорить, но, по крайней мере, он обязан прийти. До этого только бумажки. Понимаете, ребенок мог чувствовать себя как угодно, но проверяли почему-то. Не учреждение, про которое мы слышим ужасы, а опекунов, которые взяли ребенка домой. Вот их проверяли, прям там все по часам было расписано. Сейчас в этом смысле их уравняли. И это очень положительный фактор. Я все-таки уточню, на всякий случай, коррелируется ли вот вся эта история каким-то образом с законом Димы Яковлева. Ну, например, что я имею в виду. Штаты, где не разрешены еще однополые браки, вдруг каким-то образом это открывает окно для этих штатов, для американских становителей. Или американцам все равно это не касается? Американцы это все, это не касается. Но здесь, я еще, кстати говоря, вы хорошо сказали однополые браки. Ведь норма сформулирована таким образом, некие, так сказать, сожительства, партнерства, которые признаются браком. А надо сказать, что стран, в которых сожительство, партнерство признаются браком, я вот лично не знаю вообще, если так честно сказать. Потому что и в Германии, и в Великобритании, и во всех остальных странах, где разрешены некие однополые союзы, сожительства и так далее, никто никогда не называет это браком. Они не считаются браком. Они позволяют людям получать страховки, считаться семьей в некоторых социальных моментах, но они не считаются браком. Я не видел ни одного закона, может быть, я не прав, я не специалист по международному праву. Но нигде, ни в одной стране мира не названа эта история браком. То есть, холостяк из страны, где это не называется браком, а называется союзом, например, сможет обойти просто эту норму? Ну, понимаете, еще раз, конечно, по идее, да. С хорошим адвокатом. Но надо сказать, что проблема в правоприменении. Проблема же не в законе, проблема в голове. А в голове у судей сейчас до такой степени интересная ситуация. Их так задергали этим несчастным усыновлением, ведь дело юридически несложное на самом деле. Но так задергали, что они сейчас читают эту норму, не дочитывая до конца предложения. И, в принципе, читая начало, что если в стране разрешены однополые браки, все, всем остальным мы закричиваем. И объясняют свое решение очень интересно. Вот если вы помрете, то ваш ребенок может быть передан в однополую семью. Логика, понимаете? Вот приходит человек-усыновитель, дайте мне ребенка, пожалуйста, вот вам ребенка. Но если вы помрете, ведь ребенок может быть передан в однополую семью. Поэтому вам отказывают. Поэтому мы вам отказываем. Логика на марше, но мы живем в прекрасной стране, в прекрасное время. А на этом основании по закону можно отказывать? Вы понимаете, это судья. На мой взгляд, закон трактуется в данном случае неправильно. Но таких решений много. Спасибо за эти разъяснения и потрясающие детали. К сожалению, тут спасибо говорить незачем. Это очень печальная ситуация. И, к сожалению, ну, опять, очень сложно было принимать в таком количестве семь поправок по основанию правительства, которые устанавливают правила. Это очень много, чрезвычайно много. Так не работает система ни опека, ни детские организации, ни суды не в состоянии переварить такое количество поправок. А там есть поправка, которая отменила, была сначала принята, а потом через семь дней отменена. То есть там вообще абсолютно перемешана вся ситуация. Люди не успевают адаптироваться. Поэтому мы будем получать такие решения. Это будет очень сложно. А последнее. У вас есть какая-то статистика за время действия этих запретов? Как-то изменилась ситуация в России с усыновлением? Уменьшилось резко, упало международное усыновление и упало устройство в семье вообще. Но это связано не конкретно с этими запретами, а я связываю это с рядом других запретов и усложнений. Но вот сейчас пошла явная тенденция, это уже второе постановление, которое как-то либо не ухудшает, либо в некоторых моментах отменяет некоторые запреты и препоны. И здесь, конечно, ситуация напоминает больше анекдот про «впусти козу, выпусти козу». И, в общем, отменяются те дурацкие нормы, которые вводились. Но в целом процесс можно назвать положительным. И вообще есть ощущение, что есть маленькая-маленькая радость в том, что все-таки начали люди вообще задумываться, что в мире существуют сироты и существуют проблемы их устройства в семье. Антон, спасибо. С вами был адвокат Антон Жаров. Через минуту о тайных увлечениях бизнесменов.